22 января в районе двух ночи на пульт Центра оперативного управления МЧС поступило сообщение. В многоквартирном жилом доме по улице нефтестроителей пожар, когда к месту тревожного вызова прибыли первое подразделение, из окна квартиры, расположенной на последнем пятом этаже, шел густой дым. Сестра хозяина и его племянница успели самостоятельно выбраться из огня. Мужчина запирался на ночь в своей комнате, и они не смогли до него достучаться. Пламя угрожало их жизням. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Уже после звеном газодымозащитной службы на полу возле окна было обнаружено тело хозяина. 22 января в час 48 в Мозырском районе подразделение МЧС поступило сообщение о пожаре квартиры по улице нефтестроителей. По прибытии к месту вызова спасателей из окон квартиры на пятом этаже шел густой дым. При ликвидации пожара на полу возле окна в жилой комнате был обнаружен погибший хозяин квартиры. Сестра хозяина и ее дочь успели покинуть квартиру самостоятельно. В результате пожара огнем уничтожено и повреждено домашнее имущество. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры. Соседка Нина Адамовна погибшего мужчину знала с детства. По ее словам, возгорания в этой квартире были и раньше. Последнее закончилось трагически. Жалко, конечно. Жалко. 45 годов хлопцу. И чтоб жить бы, дожить бы. Ну, не первый раз это уже горит. Они стерегли уже его. Чтобы он не закрывался, понимаете, так открыл бы дверь, доглянул бы. Да и это сам. А то, что он еще на зашелку возьмел, закроется и спит. От папироса видно на это. Потому что один раз тоже уже диван выносили, да переделывали. Сгорел это. Он курил, так поэтому... Ой, уже нема мальчика. По факту гибели на пожаре 44-летнего мазырянина проверку проводит Следственный комитет. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.